Городской репортаж Главный специалист отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Татьяна Осипова в приветственном слове коротко рассказала о программе марафона. Марафон у нас проводится с мая по декабрь и включает в себя огромное количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Как я понимаю, здесь собрались участники первой смены городского экологического лагеря. Мероприятия вы можете сами предлагать какие-то. Вы будете участвовать в тех, которые мы разработали и включили в план. О некоторых штрафах, которые предусмотрены за нарушение законов и административных актов, в своем выступлении сообщила начальник отдела по работе с несовершеннолетними Анна Емельянова. Также она обратилась к участникам мероприятия, чтобы они соблюдали закон и не подводили своих родителей. Еще хочу сказать об одном законе. Очень многие про него забывают. О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних. Согласно данному закону, несовершеннолетним запрещено находиться в летний период с 11 до 6 утра, с 11 вечера до 6 утра без сопровождения законных представителей. Сейчас лето, светло, и многие считают, что пока светло, я могу погулять и до 12, и до часу ночи. Это запрещено законом. Имейте в виду. И тоже не подводите своих родителей. Помимо того, что они волнуются за вас, за ваше здоровье, вы еще являетесь нарушителями закона. Если вы задерживаетесь на улице без законных представителей. В двух словах, все, что хотела вам сказать. А так хорошо вам отдохнуть. И надеюсь, что у меня на комиссии вы никогда не появитесь. Психолог наркологического кабинета для детей и подростков Ирина Балбекова рассказала о работе кабинета и призвала обдумывать каждое принятое решение. Каждым своим решением, не забывайте, жизнь невозможна переписать на черновик. И каждым своим решением вы либо защищаете право жить, либо предаете его. Сегодня я к вам пришла с небольшим фильмом. Этот фильм в основном про алкоголь, про то, как происходит приобщение к алкоголю и про некоторые аспекты, связанные с употреблением алкоголя в ладжи. А уж выпускной вечер, нонсенс, знаете, детей выпускают жизнь с бутылкой побольше. Когда уйдет со школьного пара, подход устареющего пальца, учитель нас проводит до угла, и грудь назад, и грудь, и грудь, и грудь, и грудь. Ключат, учитель, и снова расставайся, тогда уйдем со школьного плода. Вы вспомните эту рекламу, которая до дальнейшем. Кто бежит за пенсией? Самые умные, самые красивые. Кого девки любят, бегут за пенсией пиво? Понимаете? Убедила молодежь. О необходимости правильного выбора говорил и представитель организации служения семье Сергей Семин. Знаете, проводя статистику, почему сегодня подростки и молодежь впервые употребляют психоактивные вещества, на первых местах очень часто стоит ответ. Общество давит общество. Друзья, близкие, все так делают, реклама. И вот сейчас я хотел бы показать вам небольшой сюжет, видеоролик, который засняли 15 лет назад. Но вы видите, что в то время совершенно ничего не изменилось. Только может быть другие люди, другая одежда. Но воздействие на человека, на молодежь, на подростков остается та же. Нет такого курильщика, который бы не мечтал бросить курить. Возникает вопрос, надо ли начинать? И любой человек, здравый на суд и твердый в памяти вам скажет. Ни в коем случае. Нет. Нет, не стоит это делать. В завершение открытия антинаркотического марафона Сергей Васильевич еще раз обратился к участникам мероприятия. Так вот сегодня ты строишь свой дом, ты строишь свое здоровье и какое оно будет зависит только от тебя. Ты вкладываешь сегодня свой фундамент. И лет через 15-20 то, что ты вкладываешь сегодня, принесет тебе или пользу, или вред. Подумай об этом. А когда в очередной раз ты захочешь купить психоактивные вещества, любые, табак, какие-то наркотики более сильные, сильного действия, алкоголь, то помни, что для них, тех, которые тебе продают, это только рынок сбыта, который жаждет одного, на тебе заработать деньги. Подумай, стоит ли это делать или нет. Выбор за тобой. Надеюсь, мы встретимся с многими из вас летом на лагере, на этих встречах. Спасибо. Городской репортаж